Лунный календарь стрижки и окрашивания на ноябрь. Когда лучше всего стричься и краситься в ноябре? Обратите внимание, знак зодиака, в котором стоит луна, является самым важным в определении времени посещения парикмахерской. Затем важен лунный день и только потом фаза луны. Все это уже учтено в моем календаре. И прежде всего, я скажу, в какие дни стричься неблагоприятно. Итак, в ноябре стричься не рекомендуется 1, 4, 5, 12, 13, 14, 19, 23 и 24 ноября. А теперь подробнее об остальных днях месяца. Итак, 1 ноября. Убывающая луна во льве. 26 лунный день. Этот лунный день неблагоприятен для стрижки. Стрижка может негативно сказаться на вашем психическом состоянии. Поэтому стричься не рекомендуется. 2 и 3 ноября. Убывающая луна в весах. После стрижки волосы в эти дни начнут быстрее расти, но могут стать непослушными, могут начать виться и плохо поддаваться укладке. 4 ноября. Убывающая луна в скорпионе. Это крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет только для слабых, тусклых и тонких волос. Их она сделает жестче и гуще. 5 ноября. Новолуние. В новолуние не рекомендуется стричь волосы. Это один из самых критичных моментов для организма. Поэтому стрижку и окраску лучше отложить. Она может не понравиться и расстроить вас. 6 и 7 ноября. Растущая луна в стрельце. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, в эти дни лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными. 8 и 9 ноября. Растущая луна в козероге. Это очень благоприятные дни для стрижки. Стрижка придаст сил и здоровье волосам. После нее волосы будут меньше сечься, станут гуще и крепче. Их можно красить, тонировать и завивать. 10 и 11 ноября. Растущая луна в водолее. Это хорошие дни для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Хорошо пройдут эксперименты с тонированием или окрашиванием волос в яркие цвета. 12, 13 и 14 ноября. Растущая луна в рыбах. Неблагоприятные дни. Из-за стрижки может появиться перхоть. Химическое воздействие на волосы, завивка и окрашивание негативно повлияют на волосы. 15 и 16 ноября. Растущая луна в овне. Для стрижки эти дни не подходят. А вот для окрашивания, общеукрепляющих процедур для волос, тонирования и закрашивания седины, они будут удачны. 17 и 18 ноября. Растущая луна в тельце. Благоприятные дни. Стрижка, окрашивание будут удачными. Придадут волосам сил и энергии. Их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону. 19 ноября. Полнолуние. Это неблагоприятный период для стрижки и окрашивания волос. Стричь волосы в полнолуние не рекомендуется. За исключением случаев, когда вы решили кардинально сменить имидж и не боитесь рисковать. 21 и 22 ноября. Убывающая луна в близнецах. Стрижка в эти дни ускорит рост волос, но волосы станут непослушными. Дни подойдут для завивки, в том числе химической, окрашивания и тонирования волос. 22, 23 и 24 ноября. Убывающая луна в раке. В эти дни волосы станут непослушными. Практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными. 25 и 26 ноября. Убывающая луна во льве. Это отличные дни для посещения парикмахерской. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами. Стрижка, укладка, окрашивание, тонирование и обесцвечивание. 27 и 28 ноября. Убывающая луна в деве. Волосы быстрее растут, если стричься в эти дни. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно и будет долго держаться. Отлично пройдет окрашивание, закрашивание седины и тонирование. 29 и 30 ноября. Убывающая луна в весах. После стрижки в эти дни волосы начнут быстрее расти, но станут воздушными и непослушными. Также могут начать виться и плохо поддаваться укладке. А теперь подытожим. Для стрижки и окрашивания в ноябре очень благоприятны следующие даты. 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27 и 28 ноября. Запланируйте посещение парикмахерской на эти дни. Попробуйте стричься по лунному календарю и увидите благоприятное воздействие на ваши волосы. Если вам интересны лунные календари для разных сфер жизни, подпишитесь на мой канал. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok